Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня я вместе с вами хочу посмотреть корневую вот этих орхидеевшек, которые мне подарила подруга, купив их на садоводе. Я хочу посмотреть корневую этих орхидеев. Многие, оказывается, знают эту палатку, где продаются орхидейки. Говорят, что они не всегда там бывают. И начну я с Леодора. Как я уже говорила, Леодора не стоит 250 рублей, Леодора стоит подороже. Давно я ее хотела. Орхидеев очень ароматная, очень-очень красивая. Я не буду вместе с вами пересаживать, потому что, вероятно, я ее, их, вернее, буду пересаживать завтра. Или какие-то сегодня, какие-то завтра. Не знаю еще сама, потому что время позднее, 11 сентября, но время уже 15-12 ночи. Вот дочка легла спать. Я решила заняться орхидеевшками. Здесь видно растущие корешки. Тургор, такой нормальный тургор. И буду я их замачивать в сейфе талавине. На всякий случай профилактически. Итак, мы немножечко помним горшочек. Корешков, как видите, в дырочках нет. Даже если были сухенькие корешки, я бы не стала бы разрезать горшочек там. Как обычно, это один-два горешочка. Этот огонь, я думаю, не стоит. Так, сейчас я варить зелененький горшочек. Но это потому, что там влага была. И его поливали. И субстрат влагоемкий. Поэтому, сейчас я посмотрю, видно вам. Поэтому, вот так он, да, видно хорошо. Поэтому, такой влагоемкий субстрат. Торфейный стаканчик. Как уже это, в принципе, да, не новость для всех. Вот эти торфейные стаканчики. Смотрите, тут керамзит. И вы знаете, уже кора на кору не похожа тут. Практически, как земля. Но, скорее всего, там было много торфа, добавлено молоко рыб. Так что, она у нас привыкла к влагоемкому субстрату. Вот, видите, прям мелкий-мелкий тут субстратик. И зелень от того, что она влажная была, попадала на нее солнышко, свет. Потому что, как бы, лето у нас все-таки было. И как раз последние месяцы были такие достаточно, месяц, вернее, был достаточно теплым. Вот, поэтому. Так. Вот так мы ее разбираем. Почему я решила их всех пересадить. Но этих заодно. А леодорку я хотела пересадить больше из-за того, что она была очень углублена. И я боялась, что при поливе в нее пойдет какая-то бякушка. Я, кстати, привезла все свои орхидейки. Вот. Клеопатра. Которая была тоже рыбковая. Такая бякушка гниль. Ничего, с ней все нормально. Потому что вовремя я все это заметила дело. Ну вот, посмотрите. В принципе, даже вот тут стаканчик был. Ну, и влагаемкий такой субстрат. Вот такие вот орхидеи смело можно сажать в закрытой системе. Потому что она была, я говорю, во влагаемком субстрате. Торфяной стаканчик, в котором, как мы знаем, куча влаги сохраняется. Вон она и до сих пор. Посмотрите. Водичка течет по пальцам. Ну, она себя чувствует нормально. Значит, мы делаем вывод тот, что орхидейка у нас любит попить. Ни одного я гнилого корешка вот не вижу. Их нету гнилых. Я ничего трогать, удалять не буду. Я ее буду сажать в кору. И в кору я обязательно добавлю что-то такое благоемкое. Или серами, если у меня остался. Или кору компа. Ну, вот что-то такое. Потому что кора, если я посажу ее чисто в кору, ей будет тяжеловато адаптироваться. Потому что кора быстрее сохнет. Она менее держит влагу, чем вот в том, в чем она росла. И надо приблизить к тому, что сделать так, чтобы орхидейке было проще. А проще ей в таком, в более влагоемком субстрате. Ну, вот, посмотрите. Очень хорошая орхидейка. Стоила она 750 рублей. Но новый завоз, Юля сказала, были они уже в 900. Листики, что я сделаю с листиками? Ну, посмотрите. Вот эти вот листья, они растут практически у самой шейки. Если эти листики не удалять, не удалять, то надо ее сажать вот так вот, то есть высоко. Вот эти листики, она все равно отжелтит. Особенно вот этот маленький со временем. И корешки, цветоносик уже растут здесь. А вот корешок темненький. Ну, это ничего страшного абсолютно. Поэтому, скорее всего, я вот так вот удалю листики и посажу ее уже вот. То есть засыплю до сих пор субстратом, чтобы корешки раскуплились. Ну, и вообще, чтобы ее не заглублять. Видите, было вот три цветоносика. Вот раз, два, три. Ничего я удалять не буду. Ни цветоносы, ни корешки. Очень достойно, очень хорошая орхидейка. Сейчас посмотрю. Вот такая вот красоточка. Поближе покажу. Вот, смотрите, темненький, да, корешочек один. Ну, ничего, я его зачищу и так я, наверное, и посажу. Вот он какой у нас длинненький, хорошенький. В принципе, можно и отрезать, потому что он в двух местах. Видите? Вот здесь вот и вот здесь. Ну, изначально я для начала просто поставлю ее в фитоловинчик. Пусть она у меня попьет. Сидит в фитоловинчике. Так вот. Немножко я потом приподниму. И если я буду, кстати говоря, сажать завтра, то на ночь я оставлю в каком-то сосуде с водой. Вот столечко я налью водички. И они постоят до завтра у меня в воде. Я не люблю на ночь оставлять на просушку орхидеи. Многие даже рекомендуют на ночь оставлять. Но я этого делать не буду. Вот это вот, смотрите, орхидейка. Две одинаковых фирмы. И обе, смотрите, какие хорошие. Вот такая вот фирма. Вот, я такое не знаю, не видела, если честно. Вот сейчас сфокусируется. Вот такая вот. Так что, если будете там себе покупать, то вот вы уже видели орхидейтой фирмы. Посмотрим сейчас тоже корневую. Потому что много всяких сюрпризов. Или же, допустим, вам понравится орхидейка. Эта фирма у нее. Вы будете знать, там есть, допустим, торфяной стаканчик или нету. Потому что поставщики, они как-то вот одинаково действуют. Либо там есть торфяной стаканчик, либо нету. Либо вам, вы будете откуда-то заказывать. Многие только вам хе присылают. Вам ху, вам хе. Так, убираем палочки. Ой. Тут у нас новые держатели появились. То у меня в деревне уже прям нехватка этих держателей была. Потому что, что они как-то все зацвели. Только-только они у меня отцвели ближе к весне. И тут же они опять. Но я, кстати говоря, честно вам сказать, даже не хотела этого. И не зря. Потому что орхидейки выпустили все только лишь по одному цветоносику. Обычно там два, три. Даже были орхидейки. Вот видите корешочки? Я его просто вот так удалю. Так, и посмотрим на вредитель. На первый взгляд хотя бы видно или нет. Это от той орхидейки, от Леодорки. На первый взгляд. Это кто-то там бегает. Кстати говоря. Маленький, беленький. Я как-то мельком увидела, если честно. Подру что ли. Не знаю даже. Сейчас не вижу. Я поставила на паузу. И в это время рассмотрела повнимательнее грунт субстрат. Ну да, там где-то какие-то букашки ползают. Но совсем немножко. И вот я достала фитовер. Прям немножечко плеснула водичку. После профилактики даже стоит она фитоверной. Не она, не все. Так, и обязательно я вот намочила ватку спиртом. И вот протру. Потому что в растении может сидеть какая-то бякушка. Например, даже тот же самый фузариоз. Который передается по растению, по его сосудикам. И если мы что-то отрежем теми же самыми ножницами. Хотя я ее не обрезала. Я вообще в общем говорю. Мы перенесем заболевание с одного растения на другое. Ну, слава богу, мы Леодоре даже ни одного корешочка ничего мы не обрезали. И это, конечно, не может не радовать. Так, и достаем вот эту. Помнем коршочек. Разомнем. Очень плотно она сидит в коршке орхидейка. Это Diamond King орхидея. Которую вот мы разыгрывали. Такую же одну. Тоже была вот той хорошей корневая системы. Сейчас живет она в новом домике у новой хозяйки. Радует, надеюсь, ее. Я знаю, что все орхидейки живы, здоровы. У новых хозяев. Потому что все они были в хорошем состоянии. Вы знаете, даже вытащить ее никак не получается. И сильно тянуть я боюсь. Извиняюсь за голос. После дачи вся простуженная. Как я уже говорила, необходимость была съездить. Потому что у меня у мамы год был, как у мамы умерла. Вот. И там вот справляли поминки. Так. Вся я простудилась. Простудилась, застудилась. Ну, по приезду делать нечего. Вот, посмотрите. Здесь кора. Поменьше. Вот этого торфа влагоемкого. Практически вот одна кора. Тоже стаканчик, как всегда. Как без него. Значит, у этой фирмы тоже у нас идут стаканчики. Потому что Леодора, она была другой фирмы. Там она без пластмаски, вот без этой была. Так, сейчас я еще раз проверю. Видно или нет. Видно. Так, ну вот он хорошо так сходит. Вы знаете, корневая мощная, я думаю, что там должно быть более-менее, более-менее. Все нормально. Вот. Так что снимаем. Аккуратненько мой стаканчик. Стаканчик. И корешки, в принципе, в полном у нас порядке. Где-то есть там немножко подгнившие. Но в целом такая вот орхидея за 250 рублей. Многие, да, мне писали, что у нас не продаются. Вы знаете, я знаю, что они продаются, особенно где-то вот на периферии, да, так сказать. Потому что у меня у самой дачи во Владимирской области. Да, вот корень вообще гнилой. Вот. И я подружки искала орхидейку, там городок Юрьев-Польский. Там очень дорого. Вот. Вы знаете, вот гнилье стоит без точек роста. И даже не делают уценки на них. Они как стоили. Полторы тысячи. Вот эти сухие тоже я срежу. Полторы тысячи. Тысяча шестьсот. Потом, значит, по тысяче я тогда видела. Вообще вот просто вот точек роста нет. Они бедные стоят в луже. Есть там один магазинчик. Очень хороший. Там вот рассада хорошая, продается недорогая весной. То есть даже можно, в принципе, не сажать дома. Там и питуньи, и все. В этом году стоили по 22 рубля. Я просто поздно узнала. Купила дорогие питуньи. А там, оказывается, вот они были дешевые. Вот там орхидейки по 800 рублей. Для этой местности достаточно дешево. Они стоят 800 рублей. То есть как в Москве нет вот такого. Действительно, я вас прекрасно понимаю. Если у меня сейчас просто возможности, если честно, нет куда-то выбраться. Это мой подарок. Я не могу там разыграть. Но я хочу как-нибудь выбраться обязательно. Может даже своим ходом. Доеду, может, с ребенком. Посмотрю эти орхидейки. Ну, или, может, там другие. Те же самые. Может, вот Леодора. Хочу купить что-то на розыгрыш. Но так я не могу разыграть. Пересажу тоже. Буду следить. И когда все нормализуется, я хочу разыграть какой-то... Прямо может быть несколько интересных, хороших орхидеек. Потому что вот есть возможность доехать. Ну, как относительно она есть. Но, в принципе, от меня, допустим, садовод, он вообще недалеко находится. Вот. Поэтому я очень постараюсь, обещаю. Вот даже очень я постараюсь съездить туда. Ну, вот так вот, в принципе, ничего я больше трогать не буду. Вот корешки, знаете, они ничего. Они прям совсем вот черненькие в шейке. Сейчас попробую показать. Вот. То есть и шейка сама такая темная. Корешки, они прям вот в соплюшечках болтаются, так сказать. Вот так вот. Сейчас удалим. Прямо руками. Не буду я оставлять. Вот они прямо еле-еле держатся. И завтра я достану из водички и прижгу, наверное, зеленочкой или перик все обработаю. У меня даже и зеленка-то закончилась. Ну, то есть ничего страшного. Если я буду сажать в кору, я могу просто присыпать угольком. Потому что я же не буду в первый день поливать. И она будет стоять с углем. Вот так вот. Вот. Все нормально. В общем, я считаю, шикарно тоже. Корневая система. Я их, конечно, помою все. Промою. То есть вы не смотрите, что там налет. Я, конечно же, не оставлю так с этим налетом. И, конечно, я их помою. Они у меня будут все чистенькие, красивенькие стоять. Так. Ну, я считаю, тоже мы удалили достаточно мало. Достаю я эту орхидейку или одорку своим. Просто я ее положу стекать. Возетку заранее я не подготовила. И ставлю вот эту орхидею. Вы знаете, сейчас вы могут мне многие написать, что я ставлю в одну воду орхидейки. Вот сейчас покажу. Вот в том же самом ведерке стоит все. Да, я поставила в одну и ту же водичку. Почему? Потому что они стояли у меня на одном окне на карантине, на одном подоконнике. Вот сегодня я протерла тряпочкой, уже поставила туда свои орхидейки. Тряпочкой протерла с мыльным раствором. Ничем я не стала протирать таким, допустим, сакторой или световермом. Протерла с мыльным раствором хозяйственного мыла. Почему? Потому что у меня в таком цепит ребенок. Я не хочу, чтобы запах вот этот вот у меня оставался. Так, и вот такая самая крупная, самая большая орхидейка из всех этой же вот фирмы. Сейчас мы посмотрим, что там у нее творится. Она самая большая, но, знаете, корни могут казаться и не очень. Такие случаи уже были. То, что вытаскиваешь, когда-то она была хорошая, а потом ее заливают, она гниет. Поэтому с виду иногда все кажется намного лучше, чем на самом деле внутри есть. Ну, будем надеяться на хорошее, что оно тоже у нас в замечательном состоянии. Ну, а если нет, то корешки мы нарастим. Цвет такой самый обыкновенный. Сейчас я покажу. Так, вот так, наверное, я сейчас сделаю. Вот так вот еще раз я покажу цвет. Вот она. Ну, такая симпатичненькая, приятненькая, розовенькая. С паутиночкой такой, розовенькой. Так, ну и давайте разбираем ее. Будем разбирать, что там у нее. И обрежем мы сейчас. Наверное, я вот сломала цветоносик. Обрежу сейчас я ненужное. Сейчас повыше подниму, чтобы вам видно было. Так, достану я держатели. Вот так. Она уже почти отсвела. Цвела она на трех цветоносах. Уже давно, наверное. У нас она вот в санночках. И как я буду обрезать цветоносы. Заодно покажу вам всем. Вот здесь вот, вот, да, может вырасти продолжение. Там вот даже есть маленький бутончик. Я не буду оставлять. Вот здесь есть живые почечки. Но я дам ей отдохнуть и просто-напросто обрежу. Пусть она набирается сил. Если она приживется, все будет хорошо. Она мне даст новые побеги, новые цветочки. Вот здесь, посмотрите, вот, вроде бы как растущий, поэтому я обрежу. Вот здесь вот почки нету. Вот здесь, если обрезать вот так, очень близко вот к этой почечке. Так что, я уже задела даже. Обрежу, пусть так будет. Это не особо, не суть важна. И вот эту вот веточку я тоже чуть-чуть на кончике подрежу. Все. Цветоносы, вы знаете, вот эти вот срезы, да, можно замазывать углем, замазкой. Я раньше, по-моему, даже замазкой замазывала. Но сейчас я, если честно, ничего не делаю, потому что они сами подсыхают очень даже хорошо. Вот такая вот у нас Масюня получилась. Вот знаете, вот эти цветочки отцветающие. Ну, вот, вот, видите, веточка, один цветочек. Ну, я цвет посмотрела, и хорошо. И я рада, что я его увидела. А больше, ну, не надо. она отблагодарит обязательно, она зацветет. Так что, один цветочек оставлять я не хочу. Пусть она не дохнет. потому что цвела она ого-го, скорее всего, как долго. И долго она находилась на рынке или у каких-то других там. Вот смотрите, прям вот пустой, так жалко. Я так люблю воздушные корешки. Хотя многие пишут, фу, как это некрасиво, неэстетично. Вот эти корни. Вы знаете, ну, кто любит орхидеи, мне кажется, все любят, чтобы у орхидейки и воздушные, и невоздушные корни были. Я уже писала в некоторых комментариях, что, так вот, я, знаете, сделала ошибку, опять же, да, цветонос уже почикала, обрезала, а ножнички-то я не протерла после той орхидейки. Так что, не допускайте такой ошибки. Это очень плохо. Вот. Я считаю, если любишь орхидейки, занимаешься и, ну, как можно не любить ее корешки? Ну, я вообще не представляю такого. Я люблю. И да, вот комментарии писали, что корешки вылазят, хорошо ли это или плохо. Но в горшке хорошие корни и растут воздушные. Ну, конечно, это хорошо. Ничего плохого в этом нет. Вот, смотрите, то, о чем я вам говорила. Сейчас обязательно вам поближе покажу. Вот, посмотрите. Видите? То есть, с виду орхидея самая мощная, самая хорошая, гниль. А внутри у нее гниль. И гниль достаточно такая хорошая. Как я уже и говорила, она долго, наверное, цвела. Долго была там на рынке у хозяев ее временно, так сказать. И они ее просто-напросто заливали. гниль. Потому что, ну, посмотрите, ну, так жалко видеть. И посмотрите, какой куст. Самый большой, три цвета носа. Самый-самый в горшке такой корневая оказалась хорошая. А оказалось, не тут-то было. Не такая уж она и хорошая корневая. Сейчас мы обрежем, посмотрим, что у нас останется. Ну, ничего, корешки нарастут. Ничего страшного, в принципе, такого. Хотя, надо сначала все просмотреть, а потом уже делать выводы. вот тут одна-одна гниль. Одна гниль. К сожалению. Вот где был стаканчик, тут, конечно, уже, посмотрите, вот прямо вместе с шейкой оторвалось. Даже я никаких, видите, сочится. Вот, водичка в шейке, видите уже. Это все последствия стаканчиков. Тут даже листья, ой. вот как я предполагала. Такая вот она у нас получится. Нет, я про это не думала, я говорила вообще, потому что у меня уже не первый раз, я покупала, как-то раз купила в УБИ орхидейку, и она с виду такая тоже мощная, такая хорошая, и турбор хорошая. вот у этой орхидейки тоже нормальный турбор, кстати. И турбор великолепный, и все, я крутила, вертела, крутила, корни вот такие вот все, вот видите, как прилегали к горшку, да, вот эти корни, они на самом деле хорошие. Корни великолепные принесла домой, а там, но хуже, чем у этого, раз 50, наверное. Там осталось три корешка, но ничего, она сейчас хорошо себя чувствует, посадила я ее в закрытую систему, и она нарастила у меня за лето корни, два листа, и очень-очень она себя, вот понимаете, сейчас, чтобы не подумали, видите, что я срезаю какие-то не те корешки, все те, они уже вот на здоровой ткани мы вот так прям обрезаем, прямо они все рнилые, сейчас покажу вам, поближе, вот видите, вот видите, то есть эти корни уже все, вот они прям лопаются, и это гнилые корни, ничего страшного, такая вот у нас попалась орхидейка, сейчас я ее тоже замочу в фитоловинчике, вот так вот, посажу вот эту орхидейку, я, скорее всего, наверное, вот они прям вот посажу в закрытую систему, но еще подумаю, у меня одна колбочка, поэтому подумаю, какой из них посадить, какая похожа, то и посажу, но колба большая, поэтому вот эту вот масянечку маленькую, ну, в такую большую колбу, ну, как большая, относительно она у меня большая, но все равно я не буду, вот эту еще можно, потому что сама розетка, посмотрите, вот, большая такая, да, какой-то вот этот вот, обрабатывали еще чем-то, там, листик скоро у нас будет расти, если адаптируется все хорошо, ну, куда денется, адаптируется, и завтра я вот тоже буду просматривать еще раз корешочки у орхидеек у всех перед посадочкой, какие-то может сегодня успею посадить, вот эти вот все, видите, чешулки, вот это все я буду удалить пинцетиком, то, что не смогу руками убрать, я никогда не оставляю, вот корень тоже, видите, воздушный, как я люблю, но он уже пустой, не сухой, он пустой, такие тоже я не оставляю пустые, они уже, как говорится, влага не нальются, вот они прям все-все, вот, видите, шуршат, вот, видите, отваливаются, вот так вот, такое тоже бывает, и не редкость, как бывает, знаете, самое обидное, у меня подружка одна, она живет в Рязани, мы с ней раньше вместе работали, она мне тут как-то тоже звонит, Аня, помоги там туда-сюда, что делать, я говорю, а что случилось-то, она говорит, купила себе, пошла орхидею, ты представляешь, получила зарплату, насмотрелась тут всяких видео про орхидею, ну, у нее есть там три штучки, но они уже с ней давно, и отъездила к ней тоже в гости, мы с ней пересадили, и все в хорошем стоят, такие нормальные, короче, орхидеи, купила себе орхидею за 1600, достаю, и она мне присылает видео, фотографии, вы знаете, мне бы тоже было обидно, у нее маленький ребеночек, да, она потратила 1600 на орхидею, своему ребенку в чем-то отказала, а там, ну, просто месила, там вот этот торфяной стаканчик, не такой вот, как он, ну, вот маленький в орхидеях, он такой здоровый, в общем, знаете, как вот этот торфяной стаканчик вот так шел, и просто вот так обсыпано корой, по краям еще корешки, ну, я и сказала, так-то, так-то выбираю, она все выбрала, в принципе, правильно, но, а внутри-то там, и там вот по краям и осталось, наверное, штучек 5 корешков, и они такие тонюсенькие, тонюсенькие, маленькие, маленькие, вообще корешочки, боже мой, я говорю, Олесе, ну, надо же так, я говорю, ну, надо же, орхидея прям такая еще красивая на самом деле, ярко-ярко-желтая, такая темно-желтая, бордовые такие, крапы красивые, ну, ничего, я думаю, то, что корешки нарастут, просто единственное, я ей, конечно, посоветовала, опять же, ее дело, я ей посоветовала убрать цветонос все-таки, чтобы уж наверняка, чтобы у нее, потому что много нераскрывшихся бутончиков, чтобы ей было полегче, чтобы уже наверняка она выжила, да, хотя бы для начала, вот, ей сказала обрезать два цветоноса, усыпные, причем бутончиков много нераскрывшихся, но, понимаете, с пятью такими корешками, сейчас покажу, какие у нее, вот такие вот, пять корешков, вот, и с пятью такими корешками, ну, ей очень тяжело, крайне тяжело будет адаптироваться, прийти в себя и нарастить там какие-либо никакие корешки, ну, такая, посмотрите, корневая осталась, я, конечно, завтра посмотрю повнимательнее, может, там, пару-тройку корешков еще удалиться, ну, наверняка, потому что я сейчас так невнимательная особо, по-быстрому, по-быстрому, чтобы и вас не мучить, не заставлять это все смотреть, вот так вот, удалила я до живой ткани, такая орхидейка, ну, я считаю, это вообще прилично осталось, корневая даже себе, ничегошная, так, опять же, втаскиваю нашу вот такую вот, и видите, какая корневая разная, вот эта вот так вот росла просто по горшочку, здесь корешочки вытянутые такие, то есть каждая орхидейка, у нее своя индивидуальность, так, так, не буду я на ярдорку класть, на небольшую сумочку, вложу вот так вот рядышком, рядышком, а эту поставим вымачиваться, я уже никаких вредителей не смотрела у этих орхидейк, у последующих, потому что подлила фитоверму, а чем-то более сильно травить все равно не собиралась, так, ну и вот эта орхидейка, самая вот такая вот крапушку, посмотрите, видите, корешочки такие тоненькие, с виду мне показалось, что корешков у нее не особо много, ну, их там много просто не может быть, видно по горшочку, что там они тоненькие, их совсем-совсем немножечко, она такая милая, такая хорошая, пусть это гибридики, не сортовые, да бог с ним, они многие бывают гораздо-гораздо красивее, чем какие-то сортовики, я вот все лето смотрела на всяких, ее недавно пересадили, посмотрите, как оно легко вытаскивается, совсем прям недавненько, вот так вот, ой нет, смотрите, их немного, да, корешков, но они вполне себе, вполне хорошенькие, но вы знаете, у нее очень плохой тургор листиков почему-то, и вот такая вот фирма, фаленопсис орхидеи, и все, может ничего не написано, так, нет, давайте я оставлю, чтобы потом, если что, показывать, ну вот ее, видите, недавно пересадили горшочек, потому что очень-очень-очень легко она вышла, вот видите, у всех орхидеек оказался торфяной, этот треклятый стаканчик, никак они сейчас прямо без него обойтись-то и не могут без этих стаканчиков, господи, ну ужас какой-то с этими стаканами, если вы оставляете орхидеек, еще раз скажу, хотя уже говорила, ну кто-то может все видео не смотрят, вот у вас есть горшочек, сейчас покажу, и вы не собираетесь пересаживать, ну допустим, в ближайшие три месяца вы хотите посмотреть цветение, и не хотите пересаживать, и так как сейчас практически у всех орхидеи вот эти торфяные стаканчики есть, конечно, вы фирму определенную не купили, где вы точно знаете, что их там нет, а там просто чуть-чуть поролончика, как раньше это делали на корешках, это вообще ничего страшного, вы замачиваете свой горшочек, свою орхидейку на одну треть, влага будет подниматься по корешкам, ну вот этот стаканчик, который находится вот в этом месте, он не будет так намокать, а если вы будете замачивать, как мы все свои обычные орхидейки, да, полностью вот этот вот горшочек, то стаканчик будет столько влаги впитывать, что если вы будете орхидею свою поливать раз в месяц, то она наверняка у вас вся сгниет, перегниет, даже не дергала, тоже отвалилась, так, тут больше, знаете, сухих, наверное, корешков, вот так вот мы сухие обрежем, это тоже, вот так вот прямо, вот, аккуратненько с ней, потому что корешульки, ну прямо, я говорю, такие тоненькие, прям страшно на них, если честно, даже дотрагиваться, то есть прямо, прямо, они такие все нежные, тоненькие, такие вот, кору, вот я с корней никогда, вот так вот раз прям слегка, легонечко-легонечко вот так вот потрогала, если она кора не отвалилась сама по себе, я никогда не отдираю, много, много коры отходит, когда уже мы вымочим орхидейку, вот много коры тоже отходит после этого, а то, что остается, да господи, ну и пусть она остается, у нее зато своя микрофлора какая-то останется на корешках, орхидейке, опять же, легче адаптироваться, есть немножечко гниловато, но ничего страшного, вот такие тоненькие, прям корешочки, боже, боже, посмотрите, на камеру оно всегда как-то кажется больше, чем вот смотришь, когда вживую, и вот посмотрите, какое безобразие, такой шикарный корень, вот, ну он уже все, сейчас я его коварну, он уже все, сам корень уже гнилой, уже все вот это вот сползает, так что его мы лучше тоже обрежем, вот такие вот листочки маленькие, не первый раз говорю, я тоже всегда удаляю, над ними растут корешочки, получится, либо она высоко будет сидеть, чуть-чуть углубим, шейка может загнить, я удаляю, видите, уже листики, и даже не заморачиваюсь, вот такие вот у нас получились орхидейки садовода по 250 рублей, я считаю, что, посмотрите, и вот он тоже, у него корень, вот он, вот он, сам корешочек, вот сам, видите, вот это веламин, вот эта губочка, а вот сам корень, вот тоненький такой, и вот этот сам корешулька, сам корешочек, вот, он темный, он гнилой, поэтому нам его лучше удалить, вот тут еще и сломанный, вот так, так что корневая тут, вот тоже висит прям, но я уже не буду, наверное, ну, прям вот все потекло, нажала и все, так тоже удалю, при нажатии, если течет, как бы вода, то не жалейте, потому что потом может быть еще хуже, вот такая вот, орхидеюшка, вот столько у нее корешочков, самое обидное, когда где-то посередине, какой-то гаденыш чуть-чуть подгнил, и нам приходится удалять корень, но это вообще вот самое-самое обидное, вот так по проживке мы удаляем листок, тянем в разные стороны, ну, это больше, я говорю, может быть, для новичков, конечно, все уже кто давно занимаются, все знают, но вдруг в наших рядах появился новичок, который внимательно смотрит, наблюдает, оценивает ситуацию, и такие маленькие листики я удаляю, вот орхидейка у нас, в принципе, полностью готова к посадке, что-то там по дороге само отваливается, вот видите, вот они прям сходят, просто показываю, иногда пересматриваю свои видео, и кажется, со стороны как будто так нещадно, я даже сама иногда у кого-нибудь смотрю, сейчас, правда, редко получается, но смотрю, и так кажется, господи, так кромсают, я бы вообще все там оставила, ну, не видно на камеру, вот там, допустим, вот, иногда вот этого гнилья, воды вот этого, сгнивших корней, и кажется, что кромсают практически здоровые корешки, и их очень жалко, но если мы оставим вот это гнилье, то она быстрее у нас погибнет, на самом деле, чем мы вот это удалим, и вот о чем я говорила, вот эта вот сухость, видно, так, вот эту вот сухость, которая вот здесь аккуратненько, аккуратненько, потом я пинцетиком тоже, вот тут остаток листочка, сухость, сейчас я даже, все-таки я посмотрю, вот, видите, вот остаток листочка, вот эту вот сухость, все, я пинцетиком удалю, и не буду оставлять ничего, я на стволике, потому что, ну, потому что это может все высохнуть, и давать новым корешкам пробиться, посмотрите, какая она прекрасная, ну, чем хуже какого-то там сортового там, сортовой орхидейки, надо покупать то, что нравится, одаренному коню, вообще в зубы не смотрят, или куда-то, может, я не так сказала, вот, ну, очень такой вот, я уже назвала, как леопатрочка, есть, это такой леопардик розовый, у большинства, конечно, есть такие орхидейки, у меня не было, теперь у меня тоже будет, я пополню ваши ряды, такой розовый пантерой, леопардиком розовым, ну, уже как только не назвала, так, достаем орхидейку, а эту мы ставим попить, так, ой, с точкой роста не надо, то еще мне не хватало всяких там проблемушек, так, и как говорила, еще раз скажу, вот, замачиваю фитоловине, и добавила немножко фитоверму, такой бутылочки, ну, все, дорогие мои, вот такая вот корневая система у орхидеек, купленных на садоводе по 250 рублей, я думаю, что все будет хорошо, просто обязана, все быть хорошо, всем спасибо, всем пока-пока, Субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует...